Мы не вообще не уходили, потому что мы живем в полгонаводниках. Ну, на 10-м даже там вообще ничего. Анастасия с дочкой все выходные дома просидела, потому что на улице страшно выходить. Сразу не поймешь, что ли что-то горит или обычный красноярский зимний день. Воздух пахнет так, что дышать не хочется. С ребенком стараемся меньше уходить, потому что выходим, ребенок сразу закашливается. Даже ночью окон нельзя открыть, потому что гар сразу дома чувствуется. И это не от печени. И летом также солнце рвется. Пенсионеры поселка Цементников вообще без нужды на улице не стремятся. Рядом трубы цементного завода, сибирская генерирующая компания ТЭЦ-2. Если бы не шпиц, который в унитаз ходить не научился, дома бы сидели. На улице, говорят, голова болеть начинает, в горле першения, глаза слезятся. С утра рано выходим, вот мы с собакой. Дышать совершенно нечем рано утром. В обед гуляем более-менее. После пяти тоже невозможно выйти. Тима, нельзя. Нельзя, говорю. В общем, нет никакого продыха. Красноярцы буквально завалили новости ТВК сообщениями об ужасном смоге. Вечером и ночью смрад над городом сгущается, днем кажется полегче. Режим черного неба в городе шестой день. И кажется, на скорейший ветер даже люди неверующие скоро молиться начнут. Просто жесть. Просто машину даже не видно. Он ее почти потерял. Обычно я вон там вот вижу оперу. А сейчас я как бы не вижу ничего. Смог не уходит из города из-за штиля. Ветра нет и тысячи тонн загрязняющих веществ так и просятся в легкие горожан. Поскольку на улице морозно, котельные, частные печи, ТЭЦ чадят без устали. Привыкнуть к такому воздуху невозможно. На днях по иску прокуратуры железнодорожный суд обязал сибирскую генерирующую компанию установить газоочистное оборудование на свои ТЭЦ. Энергетики также должны провести инвентаризацию выбросов, чтобы люди понимали, чем их травят. По данным прокуратуры, СГК нелегально подбрасывает в легкие горожан мышьяк, ртуть, кадмий, барий, марганец, никель, свинец, медь, хром, алюминий, кобальт, магний, ванадий. Но в компании утверждают, никакие загрязняющие вещества не скрывают, а выбросы делают только разрешенные. Предприятия осуществляют выбросы на основании проектно-разрешительной документации, согласованной и утвержденной Роспироднадзором, на которую имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проектной документации санитарным нормам и правилам. На предприятиях введено несколько форм контроля не только по наличию веществ, но и по их концентрации. Эколог Сергей Михалюта не удивлен, что в выбросах СГК нашли тяжелые металлы. Бурый уголь, который использует компания в качестве топлива, богат на такие примеси, и от него никто отказываться не собирается. Эколог уверен, что никакой доброй воли и чистосердечного стремления к снижению выбросов у СГК просто нет. Больше 20 лет я работаю и с контрольно-надзорными, и с другими органами государственными, и с промпредприятиями. У них нет доброй воли. Они прямо говорят так. Если мы начнем все нормировать, все это, это же типа деньги. СГК сразу говорит, мы тогда все это в тариф вам залом. Так мы видим, что и они нас и травят, и тарифы задирают при этом. И яхты там самые большие строятся. Еще в 2017 году на митингах за чистое небо горожане потребовали у власти газифицировать Красноярский ТЭЦ до 2022 года. Власти требования не выполнили, пообещали разработать проект перехода котельных на газ до 2030. Об этом уже мало кто помнит. Но один из организаторов тех митингов Андрей Сковородников продолжает бороться. На днях он создал очередную петицию к президенту с просьбой спасти наш город от экологической катастрофы. Если бы взялись бы уже в 2017 году, когда мы впервые по нашим проблемам собирались, можно было все сделать. Уже можно было даже заканчивать перестойку КРАЗа, перевод, например, наших ТЭЦ на газ, либо на современную фильтрацию. Есть же система, которая до 98-99% всех вредных веществ могут удерживать. И не топить самым беспонтовым дешевым углем можно было. Но на жапонтику несколько маленьких угольных разрезиков, миллионов тонн выработки. Вот как бы получаем смесь угольного лобби, просто пофигизма чиновников и задыхающийся город. А пока городу остается надеяться на спасительный февральский ветер. Завтра его скорость может превысить 3 метра в секунду, дышать будет попроще. Но сомнений нет никаких. Черное небо в Красноярске мы увидим еще не раз. Виталий Поляков, Кирилл Иванов. Новости ТВК. Новости ТВК.